Час пик в небе. Движение на 12 часов полтора километра на север. Десятки больших и маленьких самолетов находятся в воздушном пространстве. Нас ударили, нас ударили! Два столкновения. Трагедии, унесшие жизни более 200 человек, исследователи, которые расследуют причину катастрофы. В небе над Южной Калифорнией. Последний заход В Южной Калифорнии почти круглый год стоит идеальная летная погода. Здесь же наблюдается самый большой авиапоток судов общего назначения. Огромное количество лайнеров вылетает в крупные калифорнийские города, создавая в небе плотное движение. Кроме того, коммерческие авиалайнеры находятся в одном воздушном пространстве с частными самолетами. Как правило, внештатные ситуации случаются редко, поскольку небольшие частные самолеты летают гораздо медленнее и ниже своих больших собратьев. Однако при взлете и посадке эти самолеты находятся в непосредственной близости друг от друга. Несмотря на использование частными и коммерческими судами разных аэродромов или взлетно-посадочных полос одного терминала, во время взлета и посадки пути их нередко пересекаются. В буквальном смысле. У этих самолетов различаются характеристики полета, скорость взлета и посадки, а также набора высоты, не говоря уже об их дифференциальных размерах. Именно в этот момент пилоты и диспетчеры должны быть особенно внимательны, чтобы не допустить столкновения в воздухе. Обычно одни мастерски справляются с этой сложной задачей, предотвращая всякую угрозу как для самолетов, так и для пассажиров. Но это обычно. 25 сентября 1978 года, 9 часов 1 минута. Как обычно, в небе над аэропортом Линдберг, Сан-Диего, оживленно. Борт, выполняющий рейс 182 тихоокеанских юго-западных авиалинии, вылетевший 20 минут назад из международного аэропорта в Лос-Анджелесе, приближается к Сан-Диего. Боинг 727 спускается на высоту 3 километров и готовится к заходу на посадку. Видимость отличная. Т-ЮА-182, чистый визуальный заход на посадку. Полоса 27. Спасибо, визуальный заход на посадку. В это же самое время от Cessna 182, легкий самолет с двумя пассажирами на борту, взлетает с частного аэропорта Монгомери в 13 километрах к югу от Линдерберга. И оказывается на пути у самолетов, совершающих посадку в Линдерберге. Диспетчер на башне видит Cessna на своих экранах и сообщает об этом Т-ЮА. Т-ЮА-182, движение на 12 часов полтора километра на север. Мы видим. Но, как уже упоминалось, движение в небе над Сан-Диего весьма оживленное. Т-ЮА-182, еще одно движение, 12 часов 5 километров к северу от аэропорта. Северо-западный район Cessna 172 уходит с набором высоты на 100-400. Хорошо, мы видим ее на 12. Похоже, что на борту Т-ЮА произошла путаница. Мы уверены, что это та Cessna? Похоже на то. Думаю, да. Но это была не она. Взлетающая Cessna врезалась в правое крыло, идущего на посадку Т-ЮА. Из разбитого Боинга вытекает топливо. Огонь охватил правое крыло. Нас ударили! Нас ударили! Башня, мы падаем. ЧП! Самолет начал резко кренить вправо. Капитан Джеймс Макферрин и его первый помощник Роберт Фокс пытались удержать лайнер в воздухе, но все системы управления полетом отказали. Тихоокеанский 182. Мама, я тебя люблю. Диспетчеры дали сигнал ЧП и спросили, вызывать ли им спасательную команду. Ответа не последовало. Через 17 секунд после столкновения с небольшим самолетом Боинг-727 упал на землю к северу от парка Бальбоа в Сан-Диего. Билл Калахан, репортер местной газеты, находился всего в нескольких кварталах от места катастрофы. Я увидел огромный шлейф черного дыма. Репортер Джин Каббисон тоже был там. События того дня навсегда врезались в его память. Я разговаривал по телефону с сенатором. Из-за дела городских новостей мне начали махать руками, мол, быстро клади трубку и иди сюда. Я хотел вежливо закончить разговор с сенатором, поэтому продолжал что-то ему говорить. Тогда они подошли ко мне и сказали, положи трубку и езжай в Северный парк. На Дуайта и Нил произошло столкновение авиалайнера и частного самолета. Дым заслал всю улицу, стояла жара. Я помню, как завернул за угол, и передо мной предстала нереальная картина. Из асфальта торчал хвост самолета. Это был настоящий ужас. Все горело, плавился металл, здесь лежал фюзеляж. Разбросанные документы, личные вещи и обломки машины. Медики сказали, что выживших нет. В средней школе Сан-Августин устроили временный морг. Не удалось найти ни одного целого тела, а останки приходилось собирать по всей улице. Я видел, как из-за угла выбежал человек, как оказалось житель этого района. Соседи пытались его остановить, чтобы он не увидел, что там произошло. Полицейские арестовали фотографов, они объявили данную территорию местным преступлением. Предполагалось, что на борту мог находиться вице-губернатор Ирвин Гдаймоли, а также бейсболист Дэйв Уинфилд, игравший за клуб Сан-Диего Падрес. Но эти данные не подтвердились. 144 жертвы, 137 пассажиров, в их числе экипаж авиалайнера и 7 человек на земле. Десятки домов были разрушены. Сесна упала в пяти кварталах от Боинга. Все пассажиры того самолета также погибли. Несмотря на то, что причина этой трагедии очевидна, понять ее подоплеку гораздо сложнее. В расследовании были задействованы десятки экспертов и сотрудники целого ряда госучреждений. Потребовалось проанализировать огромный объем информации. Данная работа выявила многочисленные недостатки в системе коммерческой авиации США, которые ставят под угрозу жизни тысяч человек. Почти сразу же после столкновения в воздухе лайнеры, выполнявшего рейс ТЮА-182 с небольшим самолетом около аэропорта Линдберг в Сан-Диего, Калифорния, следователи из Национального совета по безопасности транспорта США начали работать по этому делу. В первых докладах виновным назывался пилот второго самолета, оказавшийся на пути у коммерческого лайнера. Мы уверены, что это та Цесна. Похоже на то. Думаю, да. Да, перед тем, как мы повернули по ветру, я видел его около часа. Думаю, он сейчас за нами. Под нами есть кто-то. Через шесть секунд самолеты столкнулись, а затем упали на землю, унеся жизни 144 человек. Собирая материалы для своей книги о другой авиакатастрофе, журналист Мойра Джонстон изучила множество системных сбоев, а также звуковую систему оповещения о воздушном столкновении, установленную в диспетчерском центре Сан-Диего всего за несколько недель до катастрофы. Это привело ее к другим выводам о причине этой трагедии. К человеческим жертвам привела недоработка системы контроля воздушного движения. В пользу этой версии говорит следующий факт. Следователи выявили синдром пастушка при контроле воздушного сообщения. По всей видимости, диспетчер не обратил внимания на сигнал тревоги, так как в течение 40 дней большинство подобных сигналов оказывались просто предупреждениями, которые не требовали от диспетчера дополнительных действий. Этим диспетчер оправдывали свое решение проигнорировать предупреждение, так как экипаж Т-ЮА подтвердил визуальное расстояние между двумя самолетами, то есть пилоты видели другие самолеты и могли соблюсти требуемое расстояние. Хорошо, мы видим его на 12. Перевод. Так как пилоты Т-ЮА могут видеть другой самолет, диспетчер решает, что с его стороны нет необходимости в дополнительных действиях. В этом и заключается весь ужас данной катастрофы. Диспетчер, услышав от пилота Т-ЮА, «понял, я вижу самолет, я вижу Цесну», решает, что проблема снята, и спокойно смотрит, как две точки на радаре продолжают сближаться. Он слышит сигнал тревоги и говорит своему напарнику за спиной, смотрящему на тот же экран, что проблема исчерпана. Это ясно говорит о несовершенстве радаров. Федеральное управление гражданской авиации США обвинили в затягивании работ по созданию современных систем предотвращения столкновений. Как это ни парадоксально, об этом же шла речь еще за шесть лет до аварии. У летчиков Т-ЮА не было целого ряда устройств. Система оповещения об угрозе столкновения, дисплея для проекции на лобовое стекло, более совершенного радара. Национальный комитет безопасности перевозок призвал Федеральное управление принять меры. Дэвид Келли проработал в Национальном комитете 27 лет. Комитет неоднократно направлял в управление письма с рекомендациями создать и ввести в действие надежную систему предотвращения столкновений. Эта борьба продолжается в течение долгих лет, но в результате мы, по крайней мере, получили достаточное материально-техническое обеспечение, благодаря которому повторения подобной трагедии удастся избежать. По ряду причин управление не смогло соблюсти все рекомендации комитета, однако катастрофа рейса Т-ЮА-182 ускорила введение так называемого диспетчерского воздушного пространства. Управление создало ДВП вокруг крупных аэропортов. ДВП похоже на многослойный торт. Следователь комитета Дик Родригес принимал участие в работе по этому делу. Когда вы приближаетесь к аэропорту, скажем, от 8 до 16 километров, у вас есть область, которая простирается от земли до заданной высоты, например, 750 метров. Следующий слой торта начинается за 25-30 километров. Верхний уровень будет начинаться на расстоянии 50 километров. И в каждом случае увеличивается площадь и размер слоя. Самолет не сможет войти в диспетчерское воздушное пространство, не связавшись с диспетчером. Как минимум, вы должны выйти на двустороннюю связь. Это помогает отделить самолеты, которые не собираются идти на посадку, от тех, которые планируют сесть. Иными словами, достигается полный контроль воздушного пространства. Но даже с введением ДВП проблемы вокруг больших аэропортов по всей стране не исчезли. Мы имели дело с подобными авариями ежегодно. Проблем хватает. Бывший заместитель начальника управления воздушным движением комитета Ричард Уэнтворд объясняет. Существует два набора правил, по которым действуют пилоты. Это ПВП, правила визуального полета, и НПП, нормы полета по приборам. Все коммерческие авиакомпании действуют согласно этим правилам. Правила визуальных полетов позволяют летчикам наслаждаться полетом. Но даже если они летят на визуальном управлении, они все равно остаются под контролем диспетчеров до тех пор, пока не покидают воздушное пространство, на которое распространяется система диспетчерского воздушного пространства. Национальный комитет немедленно потребовал введения полного диспетчерского воздушного слежения в Сан-Диего и ограничения на использование визуального разделения. Комитет также указал на дополнительные меры, но управление запросило больше времени на их изучение. В то же время частных пилотов обязали принять на себя часть ответственности за поддержание безопасности в небе вокруг аэропортов путем присоединения к ДВП или диспетчерскому воздушному пространству. Правилами оговаривалось, что переговоры с диспетчерами воздушного движения позволены только авторизованным в ДВП самолетам. Но это предполагает осведомленность всех пилотов в границах воздушных зон. Все это налагало огромную ответственность на пилотов небольших самолетов, поскольку их обязали избегать ДВП в случае отказа на заход в данную зону. Пилоты небольших самолетов ответственно подходят к своей работе, но даже они не застрахованы от ошибок. Всего лишь несколько лет спустя несколько фатальных ошибок привели к очередной катастрофе, напомнившей исследователем крушения рейса ТЮА-182. Правила, ограничивающие воздушное движение в диспетчерском воздушном пространстве больших аэропортов, разработали для предотвращения воздушных столкновений, в частности, с участием небольших самолетов, которые зачастую находятся в небе одновременно с большими лайнерами. Но необходимый уровень безопасности обеспечивается лишь при неукоснительном соблюдении всех правил. Через семь лет после катастрофы, которая привела к гибели ТЮА-182 в Сан-Диего, аналогичная ситуация произошла в небе над Южной Калифорнией, на этот раз рядом с Международным аэропортом Лос-Анджелеса. 31 августа 1986 года. Рейс Аэромексико 498, DC9 с 5-ю-10-ю-8 пассажирами и шестью членами экипажа на борту заходил на посадку в Лос-Анджелесе. В это же самое время частный Пайпер Чироки с семьей из трёх человек вылетел с муниципального аэропорта Торренс, держа курс на горную общину в Бигбер. Курс маленького самолёта лежал прямо через диспетчерское воздушное пространство Международного аэропорта Лос-Анджелеса. DC9 спокойно направлялся к аэропорту Лос-Анджелеса. Он опустился до высоты 2 километра. Столкновение произошло примерно на высоте 2 километров. Пайпер ударил в хвост и выбил левый хвостовой стабилизатор DC9. С практически оторванным хвостом аэромексико начал терять управление и упал на жилой район Серитос, Калифорния. В результате чего было разрушено 5 домов, погибли 15 человек. Не менее печальными последствия удары оказались и для пассажиров маленького самолёта. Хвост DC9 буквально снёс крышу Чироки и убил этих людей. Национальный комитет безопасности полётов начал расследование повторившейся трагедии, ведь систему ДВП создали именно для предотвращения подобных катастроф. Внимание следователей довольно быстро привлёк диспетчерский контроль. В Международном аэропорту Лос-Анджелеса ежечасно взлетают и садятся десятки самолётов. На диспетчеров возложена огромная ответственность. В данном случае ещё один небольшой самолёт, незадействованный напрямую в катастрофе, случайно внёс путаницу в работу диспетчерской. По случайному совпадению, самолёт Граммон Американ вошёл в зону ДВП. Его пилот был уверен, что у него есть разрешение там находиться, и ожидал радиолокационного покрытия. Но его не авторизовали, и это отвлекло внимание диспетчера, ведущего Аэромексико. Когда диспетчер вернулся к контролю движения, Пайпер и Аэромексико уже исчезли с экрана его радара. Судя по углу столкновения, ни один из самолётов не пытался уйти от удара. Отсутствие попыток уклониться от столкновения обоих самолётов навело следователей на мысль, что ни один из пилотов не следовал основным правилам безопасности воздушных перевозок. В правилах общего пилотирования говорится, что по возможности пилоты должны вести визуальные наблюдения за небом. Чироки шёл ниже по левой стороне. После тщательных проверок реальной видимости у каждого самолёта следователи пришли к печальному заключению. В ходе расследования мы выяснили траекторию движения DC-9 и PA-28. С помощью камеры с бинокулярными линзами, имитирующими человеческий глаз, используя данные радаров, мы смогли установить примерное расположение самолётов по отношению друг к другу и пришли к выводу, что экипаж лайнера не видел Пайпер. Они находились в их поле зрения, но из-за малого размера их смогли заметить только за 15 секунд до столкновения. Маленький самолёт видел DC-9 меньше минуты. Также наши изыскания показали, что большую часть полёта обнаружению Аэромексико мешала одна из панелей лобового стекла Чирокки. На ленте радара управления воздушным движением отмечено, что Пайпер был чётко виден на экране радара, за которым следил диспетчер. Он должен был его видеть. От имени диспетчера я хочу сказать, что он разрешил движение Аэромексико всего за пару минут до столкновения. Он видел, что путь Аэромексико свободен. Не хочу никого обвинять в невнимательности или небрежности, просто некоторые вещи случаются очень быстро. У диспетчера, который, возможно, и видел, что курс Пайпера пересекается с курсом Аэромексико, не было оснований предполагать, что Пайпер представляет угрозу для лайнера, так как на экране не указывалась высота полёта. Он не имел ни малейшего представления, что этот самолёт вошёл в защищённое воздушное пространство. В то время многие авиакомпании уже использовали усовершенствованные радары ответчики режима «Си», которые выводят на экран диспетчера данные о высоте полёта. Нарушитель режима «Си» — это радиолокационная программа, которая сообщает диспетчеру, что в воздушном пространстве есть самолёты, которые могут представлять потенциальную угрозу. Но, к сожалению, данное устройство отсутствовало на всех трёх самолётах над «Серитос». Система предупреждения о конфликте сообщает пилотам о чужаках в их воздушном пространстве. Приёмы ответчики на этих пассажирских самолётах общаются друг с другом. Поэтому пилот осведомлён о ситуации в его зоне полёта, а в экстренном случае последуют два предупреждения. Первое предупреждение сообщает пилоту, что ему необходимо вести визуальное наблюдение за движение во избежание конфликта. Если самолёты слишком сильно сближаются, экипаж получает второе предупреждение, известное как «консультативное сообщение». Это указание сбросить или набрать высоту во избежание столкновения с другим самолётом. После столкновения над «Серитос» Национальный комитет рекомендовал систему под названием «СПОЭЗ-СА» — система предупреждения опасного сближения в зоне слежения аэропорта. Учитывая, что эти же рекомендации были сделаны несколько лет назад, большая часть ответственности за катастрофу над «Серитос» лежит на федеральном управлении. Это продолжалось годами. Мы отправляли письма. Управление продолжало тянуть резину. Они занимались бесчисленными прототипами с акронимами. Управление непоследовательно занималось решением этой проблемы. Наконец, Конгресс стал настолько недоволенными, что он поручил ввести систему предупреждения опасного сближения в зоне слежения аэропорта. Потребовалось 20 лет исследований, проволочек, бесконечных рекомендаций и, да, фатального столкновения над «Серитос», прежде чем система предупреждения была наконец-то введена в действие. И сегодня все коммерческие и пассажирские авиалайнеры мира оснащены бортовыми системами предотвращения столкновений. Знаете, результаты просто потрясающие. С 1986 года после трагедии над «Серитос» в США не произошло ни одного столкновения самолетов в воздухе. Ни одного. Благодаря самоотверженной работе следователей авиационных катастроф проблема была выявлена и решена. С использованием современных технологий в авиации значительно снизился риск столкновения в воздухе. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Group. Перевод Натальи Либранте-Лацци. Текст читал Роман Антонович.